добрый вечер дорогие зрители сегодня у нас эфир с еленой порецкой тема у нас очень интересная думаю многих она заинтересует когда уходят наши близкие остаются после них вещи фотографии и мало кто понимает что с ними делать принесут ли они им пользу или нанесут какой-либо вред хотелось бы на эту тему сегодня побеседовать с еленой добрый вечер елена добрый вечер всем привет подскажи пожалуйста что делать с вещами ушедших близких у всех разные ситуации на самом деле смотря какое отношение было у вас допустим с человеком который ушел и в зависимости от этих отношений вам будут дорогие эти предметы или не вас будут раздражать и мешать то есть если у вас были сложные отношения плохие с человеком который умер то есть действительно там человек вас как-то ненавидел то те вещи которыми были пропитаны его мысли в момент его жизни в адрес ваш они будут из излучать негатив конечно если это касается золотых украшений то можно их поставить как и положить как бы в соленую воду там святую потом проточной промыть как вот мне посоветовал через мою подругу медиума в сша мой бывший муж ну как говорится умерший да все славцов то есть соответственно я так и сделал да как бы какие ощущения до от вещей таких бывает я вам скажу то есть на самом деле как бы не всегда да там если у вас были сложные внешние отношения всегда внутри они таковые были сколько раз я работал с людьми у кого при жизни с там с отцами с матерями еще с кем-то были какие-то сложные отношения а потом когда люди как бы умирали то с родственными детьми как бы было в принципе все идеально на том свете как наоборот это было родовая взаимопомощь и так далее да то есть поэтому здесь каждая индивидуальная вещь до присутствует должна то есть в разборе то есть если у вас есть какие-то вопросы над тем мы можем как бы на них как раз ответить ну пока наши зрители пишут вопросы многие многие вешают фотографии многие вешают фотографии на стенах ставят на полках носят с собой непонятно как вы какое воздействие оказывает фотография изображение я вот слышала что желательно бы убрать эти фотографии тем более когда умерший человек находится рядом с живым наверное это не самый лучший вариант как ты думаешь и лена повторяю фотографии умерших многие любят вешать на стенки и ставить на полки и иногда эти фотографии содержит изображение не только ушедшего человека но и живого насколько вот идет воздействие этих фотографий на ныне живущих скажем так ну в принципе как такового воздействия нету если у вас в сознании это не будет мельтешить да что вот там этот человек умер а там кто-то стоит рядом сколько таких случаев да там и люди кто рядом с умершими наоборот долго живут здесь как бы абсолютно не нужно этого бояться все у вас в голове как говорится и какие отношения у вас были с умершим человеком принципе из этого прежде всего надо исходить да насчет фотографий как бы вообще фотографии ушедших людей их лучше классе ставить как алтарь какой-то если вы православный у вас одни обычаи там или мусульманин или будет буддист да ну у нас у родноверов как бы это может быть рядом с алтарем обычно фотографии так как сейчас фотографии они изображения на дереве да близких то можно ставить просто их как бы в один ряд и там тоже приносить какую-то жертву требу как бы да вспоминать их по своим каким-то обычаим как мы это делаем вот то есть как бы я считаю что в этом ничего нету по сути как бы что по ту сторону человек что поэту просто живые как таковы его не видят да все то есть для живых он умер он тел перестал существовать в этом формате в котором человек существовал да как бы юридически все и но душа его присутствует и на самом деле души умерших они присутствуют длительное время в зависимости от тех дел которые они делали на земле то есть если у человека не закончены дела то душа этого человека будет до тех пор присутствовать пока не поднимется то над чем он работал и трудился но если опять же взять реальный пример моей так сказать и жизни и практики да это все славсу лада то есть человек ушел но в какой-то момент времени в какой-то момент времени получается что душа его сейчас около меня около детей у класса учеников и и больше всего радует за его направление да то есть и не секрет да вот я создала чат со ученики всеслава соло и люди мне пишут что они ощущают что он им передает и мы в зависимости от этого я буду делать те или иные действия потому что астральный проход его в мое личное пространство он для него закрыт со времен наших тех прошлых отношений при его жизнь из-за его косяков вот и я могу с ним связываться где-то как бы вне мастерской это офис вот вчера я в офисе работал с человеком как это выглядит я работал с людьми которых тоже произошла такая же трагедия ушел как говорится их не близкий человек и на фоне этого как бы вот я рассказывал свои ощущения делилась да как бы и мы сверяли как как они это чувствуют со своей страны то есть как бы так что всегда надо на я всегда в обучающей форме провожу сеансы да чтобы люди все-таки понимали что они ощущают да вот тех или иных душ которые вокруг них и я как раз так как я всегда параллельно думаю о своих каких-то проектах тех людях с кем я работаю то есть у меня всегда параллельца в голове разные виды работ моих и разные виды контактов то у меня как бы как раз была мысль о том как переделать оригинал макет его книг чтобы вставить туда свои рисунки чтобы объединить наш порыв 90-х который был в том направлении чтобы это было ну подкрепляло друг друга как было тогда потому что очень многие читая его книги без моих рисунков сложный ну сложнее их воспринимают то есть наша обоюдная энергия в этом направлении она давала много позитива людям да как бы энергии позитивны и я как раз об этом думал но что такое оригинал макет кто издает книги мне вы меня поймете вот я например в компьютерах не умею это делать и в принципе вообще да то есть я далека сейчас от этого то есть я максимум могу набирать текста но распределять его постранично под печать я не умею это я вам сто процентов скажу и у меня естественно это сейчас глобальная проблема потому что как допечатывать книги его как с этим дальше работать нам всем троим там и плюсы ученики потому что я естественно рассматриваю сотрудничество с людьми да кто был в этом направлении около него и со мной и после нашего расхода да предметно вот и я вам скажу ощущение то есть вдруг мне приходит мысль такая ты из подволь мысль обычно человек подумает что это ему само в голову пришло на самом деле нет а мне приходит мысль от всеслава что зачем тебе переделать оригинал макет ты просто можешь отдельно отпечатать рисунки с двух сторон на каждую страничку там а четыре формата просто вставлять их по тематическим разделом как будет без нумерации страниц я прям это людям говорю вот такая информация мне пришла сейчас да потом значит он мне дальше говорит и ты можешь сделать уже вечером когда я приехал в мастерскую друг до меня доходит следующая информация приходит как словесно да что я могу сделать я взяла книгу астральное тело третий роман это 97 год издания с моими рисунками и вдруг мне приходит мысль такая от него значит только отдаленно потому что опять же мастерской он пройти не может и он мне так посылает мысль что ты можешь оставить это издание 97 года но написать дополнено и отредактировано 2021 году и туда вставить какие-то рисунки между текстами как вот я вчера госфер купила книгу переиздание да там какой-то древние 1900 какого-то года не помню там тоже именно графические такие рисунки как я люблю и вот они там я прям не просто так эту книгу даже купил этот четырехтомник потому что как раз там именно издана издана это репринтное издание изданное в девяностом году вот и самое интересное что там как раз гравюра до того времени 1900-х годов и я как бы очень люблю такие книги да мне очень нравится гравюра вот дюрер там да и в этом случае как бы я даже графические свои рисунки все-таки подводила под гравюра немножко в свое время и я вам скажу что вот мне пришла такая информация интересная да вот тут как говорится всеслава соло то есть моего мужа и я вот это все сейчас собираю то есть вот я сейчас как бы нахожусь в состоянии сбора информации по его направлению что он мне будет подсказывать как это делается и так потому что позавчера позавчера вот был тоже выход на человека да только не у меня а у моей коллеги и кверенки с сша мы с ней разговаривали до 4 утра это понедельник было и по моему понедельник и она мне стала горfta лена если я тебя не скажу мне сейчас станет плохо и она мне стала говорить информацию подтверждая то что мне говорила допустим для это ученица со ученица всеслав то есть идет переход смотрите как идет приход информации от разных людей абсолютно смотрите меня да я как собиратель это информации мне приходит информация что ты возьмешь ты сможешь первую там вторую ступень читает ты сможешь там взять документы на прочтение лекции, они за компьютером лежат. И я к чему сейчас вот этот пример рассказываю, потому что вот он реальный, живой, вот я перед вами, человек, который контактирует с человеком, мужем, да, бывшим, который умер, и у меня идет контакт. И я вам почему это сейчас говорю, потому что у многих такие случаи бывают, и вы не можете разобрать, подкуда у вас эта мысль. Но если у вас до этого мысли этой не было, если вас туда не тащило, в эту тему, ну, не тащило вас, то есть не было возможности, вы об этом даже не думали, вдруг вас потащило, что-то купить, что-то сделать, посмотрите, откуда вам пришла эта мысль. Если это связано с душево умершего человека в вашей семье, или какой-то близкий друг, или чего-то, то у вас будут знаки, знаки, да, вот у меня эти знаки приходят через моих друзей, соучеников, совершенно через людей, кто может выходить на контакт, понимаете. И дальше уже, дальше уже. Я уже думаю, что с этими предметами от человека делать дальше, понимаете. Маргарит? Я так предполагаю, что сейчас такое время интересное, мне кажется, между нашим миром и миром мертвых все-таки как-то, как будто истончилась такая мембрана, и многие люди, многие люди получают оттуда информацию непроизвольно, просто они не могут ее трактовать правильно, и они не могут понять, откуда им приходит это все. Как информацию понять, оттуда ли она пришла или нет. Вот, я же об этом рассказываю, как ее понять на своем примере, потому что у меня же нет сейчас какого-то другого примера, вот вам реальный пример, как я это разбираю, да. То есть мне приходит информация там от подруги-медиума, мы с ней разговариваем, в момент разговора или до этого она мне передает информацию, Лена, он передал вот это. Или в момент, вот мы еще один раз разговаривали, он ей передал, что у Лены есть карта, то есть у меня, где есть женщина и лебедь, и это определит дальше будущее. Я все карты пересмотрела, вот вы видите, там полно карт разных, и я все пересмотрела, и нигде не нашла женщину и лебедь. И потом мы с ней разговаривали, там и с учениками я тоже как бы консультировалась, разговаривала, эту идею подкинула, все стали на эту тему думать, и я дала идею, что возможно он имел, что это создание новой колоды, карт. И как бы женщина и лебедь, может быть, определяют смысловую нагрузку колоды, то есть как бы верность, да, лебедь это верность, а женщина как бы женская верность или что-то в этом роде. Я не знаю пока. В общем, короче, вот я пока над этими символами работаю. То есть так как мы эзотерики, да, и у нас немножко другой вид, видение этого всего. У нас нет вообще этой грани, да, у меня нету грани такой, как у обычного человека. Я практически могу видеть, если хочу, либо ощущать. Я у себя это тоже отключаю, потому что с этим жить тяжело, я вам скажу, да, то есть как выглядит контакт-медиум, когда вот я ходила по квартире своего умершего супруга, да, то есть бывшего. Я ходила, он ходил за мной, и он мне подсказывал, где что лежит, вы понимаете, это... Я ходила, разговаривала, все было при соучениках, то есть люди это реально видели. Это вот такой контакт. У нас он духовно все-таки близкий, да, мы много лет понимали друг друга, шли в одном направлении. Если у вас все-таки не такая связь, да, как бы и нет общего направления, то есть просто родственное отношение, то у вас это будет выглядеть ровно настолько, насколько вам необходима помощь родственника с той стороны. То есть насколько он будет заметен у вас в сознании, насколько ему нужно будет, чтобы вы что-то продвигали. Если у вас бизнес какой-то, да, связан с родственником, который вдруг умер, то там тоже такая же история может быть, пока человека будет беспокоить, пока вы там не это самое, да. Бывают случаи, когда разговор идет об имуществе, да, допустим. Вот у нас тоже у меня пример у родственников, вот у меня опять же такой пример был с дедушкой, с дачей дедушки, да. Такой же пример был недавно, вот у меня тоже люди спрашивали, еще до этого тоже был вопрос тоже, когда остается дача, а человек в нее вкладывал свое я, свое я, да, там. И если вы сами не можете содержать, то вы должны как бы поговорить с душой умершего родственника и объяснить эту ситуацию, потому что я вот, как бы мы объясняли дедушке, да, я выходила на контакт, и я объясняла, что родители не могут потянуть эту дачу, нам нужно найти хорошего хозяина. И мы продали дачу соседу, который действительно оказался шикарным хозяином, он сохранил полностью все дедушкино, то есть это самое главное для души человека, который умер, который себя вложил в это, вот в чем дело, то есть вы поняли, то есть если вы не знаете, что делать с имуществом человека, который умер, вы не можете следить за дачей, у вас там нет возможности ездить на машине, вы там пешеход, да, или еще что-то, еще что-то, то вы решаете это по-своему, но, соответственно, деньги от проданного имущества вы вкладываете в что-то параллельно, что вам будет напоминать о том, что это была помощь рода финансовая, да, которая вам помогла подняться в чем-то, да, как бы, Маргарита? Ну, если это большое имущество, с этим как бы понятно, а вот есть ли это, допустим, вещи, которые человек носил, что с ними делать? Здесь все сложнее, потому что на самом деле, как бы, ну, естественно, вы носить вещи эти не будете, это однозначно, даже есть момент брезгливости, не секрет, да, очень многих, и смотря какие вещи кто-то носит, да, не знаю, ну, пример, вот, пожалуйста, вот это кольцо моего бывшего супруга, вот я их одела, да, это кольца направления, тоже вещи, да, смотрите, вот они лежали в соленой воде, потом проточной воде, я их мыла, вот второе, да, перстень, я их одеваю теперь только на радио Сангейтс, я их одеваю только на встречу с учениками, потому что они мне большие, и как бы вот с почки я не одеваю, потому что как бы пока, да, я не готова, то есть насколько вы готовы что-то одеть, как память об этом человеке, потому что мне, например, как бы Всеслав подсказывал одеть это, чтобы подкрепить его направление, и с этой точки зрения я одеваю, как бы теперь во мне объединилось два направления, три даже, да, это мое мировоззрение прошлое, тем, что я была раньше с ним, это мое мировоззрение сегодняшнее, мое, как бы моя школа и прочее, и общественно-политическая моя, моя жизнь, да, какая-то, которой я тоже что-то делаю, работая с какими-то интересными людьми, да, то есть у меня сейчас три направления, и они как бы во мне теперь целостны, да, то есть я начинаю себе это собирать, и переформатировать, чтобы мне было удобно, то есть вы всегда будете переформатировать информацию, которую вам дают умершие ваши родственники, друзья и близкие по той причине, что вы не сможете, допустим, делать что-то, как это сказать, как вам бы хотелось, да, вы все равно будете, точнее не как вам, а как им бы хотелось, то есть вы все равно будете это делать немножечко под своим соусом, под соусом своего понимания, своего реагирования на это, да, как бы, и как различить ваше или чужое, то есть вы должны подумать, потому что если у вас возникает мысль какое-то действие сделать, я не знаю, пойти к соседям и знать, что у них кто-то умер, и сказать, что у них там где-то что-то лежит, а они ищут, допустим, и не знают, но здесь тоже надо быть осторожнее, понимаете, если, допустим, это касается документов и прочего, вы, конечно, поможете людям, но у вас нет гарантии... на красный степень проходит не в расширенном, как обычно, формате. Извиняюсь. Сокращу. У меня Владимир Владимирович включился. Вот. То есть вы можете просто даже себе навредить этим, потому что люди будут понимать, что вы что-то знаете об их делах, ну, смотря какие-то люди вы понимаете, и чтобы у вас не было проблем. Как вы объясните соседям, что у вас, извините, конечно, пришла в голову мысль от ихнего родственника, что документы лежат в такой-то папке там-то, представляете, да, за стеночкой. То есть, ну, если адекватные люди, это хорошо, а если нет, то здесь надо быть очень бдительными, осторожными с этой информацией для других людей. То есть если вас настойчиво кто-то просит, вы можете это подсказать кому-то, но, опять же, рассчитывать на адекватные, слышать тоже очень трудно, поэтому, смотря в какой вы стране живете, как бы, да, у нас люди более на это продвинутые, то не все, то есть достаточно сложно. У меня были случаи, когда и есть такие случаи, когда мне что-то снится, когда я что-то вижу, когда что-то мне просто приходит как информация о каких-то людях, я обязательно, ну, пишу, говорю, звоню, рассказываю. И как бы это помогает человеку определить дальше. Но мне проще, я по профессии парапсихолог, как бы, да, шамантом, ну, и так далее, да, то есть мне проще объяснить человеку, откуда у меня в голове это возникло, понимаете. А если у вас этого нет, то здесь уже сложнее, да, как бы, Маргарита. Ну, я так понимаю, вещи, которые человек носил, это одежда, лучше выкинуть или сжечь, или закопать, что с этим сделать? Или раздать? А вообще, как бы, раздают вещи, либо выкладывают там, как бы, есть сортировочные какие-то места, где обычно выкладывают вещи, и кто-то хочет, забирает. А есть люди, которые не заточены на беспокойство, чья вещь, для них это хорошая вещь, они берут. То есть, понимаете, это как, вспомните, в детстве выходили, мы помните, не знаю, как кто, но я очень любила, я, во-первых, камни люблю, да, как бы, вот эти обычные камни, то есть, всякие вот, как бы, как это называется, наверное, геологом могла бы тоже стать в свое время, мне это интересовало очень. И мне, когда весна начиналась, все начинало устаивать, и земля обнажала всякие интересные вещи, да, для детей вообще это очень интересно. И вот ходили с девчонками, всматриваясь там в камешки разные, там, в ручейки такие, находили какие-то гирьки, какие-то там монеты, да, ну, как бы, по тем временам никто не озадачивался, порча там или нет, вот, и я вам скажу, что для нас это было сокровище, да, какое-то, так же точно, но никто же не знает, почему человек потерял эту гирьку, там, кошелек или прочее, или, там, не знаю, монетку какую-то, вот в чем дело. Человек, может быть, сбросил, потому что это ему не нужно или плохое, а мы подбирали. И кто знает, что я тогда подбирала, то есть мы же не были не образованы в эзотерическом смысле. И здесь то же самое, вы выкладываете вещи, кому-то они могут показаться позитивными, потому что, по сути, в них нету негатива, человек носил при жизни и был счастлив в этих вещах. Что-то вы можете оставить себе, но, опять же, тогда это должно к какому-то висеть в шкафу или где-то, где это не связано с вещами живого человека, да, то есть вы это, ну, не смешиваете как бы, да, какие-то вещи можно раздать, какие-то вещи, опять же, все равно выкладываю, да, потому что их, ну, мало кто будет носить, потому что все равно человек покупал под себя, запомните, да, человек покупал под себя, и вы не будете это носить. Вы можете носить что-то, что вам подойдет, как память, да, о человеке, но согласитесь, эта память быстро истрепится, станет частью вас там, вы не будете помнить, что это вещь вашего близкого человека какого-то, Поэтому проще такие вещи, если уж вы храните, то в каком-то пакете периодически, как вот вещи родственников родовые. Вообще скажу еще одну вещь насчет, кстати, золота и других вот вещей, да, каких-то передаваемых на родовой линии. Если взять принцип, что у нас семья эзотерическая, да, то я вот вам сейчас покажу. Это кольца Всеслава Сола, да, которые он покупал где-то за год, наверное, для своего направления. То есть я не буду озвучивать принцип действия, да, но вот эти два персня. И что интересно, что интересно, что как бы я, конечно, и ходила для подкрепления его направления плюс своего. То есть, естественно, у меня все переобъединено, да, получается, потому что мне придется как бы этим заниматься и поднимать это. Но теперь это называется артефакт семейный. То есть так как у нас эзотерическая семья, у нас определенные особые вещи какие-то, да, у нас все кольца, все, как бы все заряжается на какую-то пространственность, да, позитивную и на что-то, да. То есть и люди, которые, допустим, передают из рода в род какие-то украшения семейные, да, вы должны помнить, что это тоже семейный артефакт. И кольца, как бы вообще драгоценности всякие, они несут историю рода, да. Соответственно, чтобы, допустим, мне очистить вот вещи своего бывшего мужа, как бы вот я вам уже показала, да, мне неоднократно надо все равно их класть в соленую воду. Мне надо снимать ментально всякие негативные аспекты, которые были в момент, когда он в этих вещах ходил, понимаете, да. Это достаточно сложно. Мне, например, сын сказал сразу не одевай. Я одела, потому что тут как бы воля умершего была и просьба, да. И я сделала, как он просил, как бы все-таки, да, хотя с учетом наших сложных при жизни отношений и состояния борьбы, да, он меня пытался все время подавить. Вот. В итоге, как бы сейчас он зависит от меня в продвижении своего направления, он не может, как бы без меня, я ему нужна. То есть и сейчас, получается, эта связка у нас так будет работать. Соответственно, эти кольца будут работать во благо, да. Но, естественно, в дальнейшем это будет передаваться, как бы, детям, внукам, потому что это родовой артефакт, который несет определенный заряд. Не просто бытовой, да, там люди купили кольца, вот они в них жили. Нет. Это перстни для развития его направления. Соответственно, кто следующий там потянет это направление и будет вести эти люди, возьмут эти кольца, просто даже не нося их, они будут держать у себя. То есть это дети, да, и внуки, соответственно. Так как я, как шаман, растождествила тело с духом, когда он уходящий, то есть он уже лежал умерший, я это, как мы как бы видели, я сделала растождествия, растождествия с телом, то есть чтобы не было связи такой, как он, ну, сильный, то есть чтобы он больше перекинулся на духовную почву сразу. И я его потом уже, первый раз я просто отпустила, простила и растождествия с телом, сделала души, это когда его забрали тело с квартиры. А второй и третий раз я сделала это, как шаман уже при всех присущниках, направив его на перерождение к своим детям. То есть я имею возможность и право так делать, как бы неоднократно, да, я работаю с душами умерших, перенаправляю их всегда в родовое звено на перерождение, потому что неотработанные отношения всегда ведут к этому, да, как бы к тому, что душа будет дольше мучиться, то есть нужно обязательно направить, да, на рождение в семейном кругу, как бы в родовом, для отработки. Маргарит. Очень интересно, вот у нас вопрос есть. Скажи, пожалуйста, важно поминать ушедших на кладбище. В православной традиции знаем, все приходят на могилу с определенным набором продуктов. В других конфессиях это даже запрещено, там принимать пищу. Но это ужас, конечно, на кладбище. Я считаю, что на кладбище не надо ничего есть, честно вам скажу, все, что вы приносите на кладбище, а должно остаться на кладбище, запомните. Я даже рекомендую ботинки после этого дела тоже мыть. Пришли домой, помыли, да, если есть возможность, где-то по дороге в лужу помыли. Понимаете, принцип кладбище – это святая земля, так же, как и место под церквями, монастырями, значит, капищами, да. То есть это святые места, которые пересечены по меридианам практически по всей земле. Они соединены энергетически. И кладбища, они также соединены. То есть для религиозных практик, что умерший, что живой, там особо нету, как вам сказать, разделения, потому что, в принципе, оно есть, но оно очень тонкое, как ты правильно сегодня заметила. Если так, как сейчас очень многие экстрасенсорны, то это разделение стало тоже тонкой и сегодня, потому что как бы земля сейчас стала менее предметна, мы стали более гибки, да, экстрасенсорны. И в этом случае я не рекомендую есть вообще на кладбище, да, как бы потому что вы поглощать будете энергию живых, грубо говоря, там, где умершие люди. И не факт, что она у вас будет приходить, как энергия живой пищи, потому что вы ее принесли туда, значит, вы принесли это для них. Души умерших, так же, как и боги, когда вы приносите жертву, питаются астральной энергией еды. Вы положите конфетку, то, что в нее заложено, как энергия еды этой конфетки, она мгновенно уходит к душам предков и к богам, да, если вы приносите такие жертвы. А оболочка остается, и вот это нельзя есть. Вы поняли, да? А вы, приходя на кладбище, раскладывая там жратву, извините за выражение, что вы делаете? Вы поглощаете еду, которую вы должны, по сути, им принесли на кладбище, да, получается, умершему, а вы ее поглощаете, как бы с одной стороны, это хорошо бы было, но не на кладбище, вы поняли, да? Вы можете потом поехать посидеть в кафе, вспомнить человека, это будет лучше. И душа его будет около вас, поверьте. То есть ему будет приятнее или ей около вас понаходиться и поощущать себя в качестве живого человека, рядом с вами, а не ощущать ваши слезы на кладбище. Еще есть один принцип. Конечно, когда люди уходят, мы плачем. И я вам скажу, что когда вот у меня это случалось в жизни, я тоже плакала, для меня это как бы было очень тяжело, и то, что было со всеславом для меня было тяжело. И до сих пор я вспоминаю, мне как бы накатывает, да? Но я вам скажу одну вещь. Когда мы прощались с ним на месте захоронения, то стояло очень много соучеников, я собрала, кого смогла. И я сказала, говорю, все стали печальны, я говорю, не надо плакать, говорю, в славянской традиции нету плача по умершему, потому что, по сути, он стоит, как говорится, у изголовья своего тела, и он хочет, чтобы вы сказали о нем хорошие слова. То есть, по сути, чем больше хорошего вы будете вспоминать, с одной стороны, как бы связано с умершими родственниками, друзьями и прочими, тем лучше. Если все-таки был негатив, да, как вот у меня с моим бывшим мужем, то вспоминаются не только хорошие моменты. Почему они вспоминаются? Объясню вам. Потому что вспоминается момент того, что его душа переживает сейчас там, как его неправоту. И если вы будете говорить им, типа, нельзя их нехорошо вспоминать, надо, надо вспомнить, пережить, надо дать человеку там, с той стороны, понять его неправоту, чтобы он там переживал. Там чистилище души, понимаете, там для него чистилище души. Если вы будете откровенны, то у вас не будет камня за пазухой к этому человеку. И отношения даже лучше сгармонизируются, когда он с той стороны, это душа этого человека будет вам даже поддерживать, помогать, потому что вы не имеете зла, вы просто понимаете, что это было. Как это, знаете, люди, они неплохие и нехорошие. Они просто люди, как бы, да, их испортил квартирный вопрос, как сказал Волан, да, в своем, кажется, бессмертном произведении Булгакова. Но, вы знаете, их еще портят обстоятельства, чужие мнения. То есть люди, как бы, ведомы, и здесь надо понимать это. И чем осознаннее человек, тем вы более качественнее относитесь к этому. Хотя я предпочитаю боевые практики в случае, если что-то не так, да, там, дать сдачу. Вот. Но в любом случае я вам еще раз говорю, что в этом вы, как бы, проговариваете какие-то моменты, а вы, как бы, общаетесь, все равно идет контакт. Даже если вы не осознаете эту сознательность в своей части, у вас этот контакт идет в подсознательной части. Это сто процентов. Маргарина. Насколько я знаю, многие люди сюда приходят, особенно если они делают друг другу какие-нибудь неприятные вещи, это какие-то отработки кармических долгов, это получение каких-то кармических уроков. Может быть, в прошлой жизни все было как раз наоборот. Вот, поэтому каждый человек, которого мы встречаем в этой жизни, это не наш враг, не наш друг, это наш учитель в основном, я так понимаю. Правильно? Ну, в принципе, да. Я бы тоже так сказала, потому что... Но понимаешь, смотря, какими практиками ты занимаешься. Если я занимаюсь как целитель-пропсихолог, то для меня как бы все люди, пациенты, коверенты, да, там люди, которые ищут у меня ответа на свои вопросы, да, как бы в своих судьбах. Если я сталкиваюсь в боевой позиции с людьми, то сейчас, особенно сейчас, сегодня, после вот всех этих ситуаций, да, у меня планка не убей ушла. То есть практически, если я чувствую, что мне что-то угрожает, я бью первое в защиту себя. То есть человек только уже, только предупредительный выстрел сделал, а я уже даю сдачу. То есть для того, чтобы человек понял, что надо остановиться. То есть в этом случае я это применяю, и у меня есть разработки очень интересные. Вот на Айкидо у нас было... Приезжали сенсей, да, с Москвы, и мы там очень интересно говорили, там человек как раз был связан с определенными вещами подобными. Мы очень, типа, сошлись на теме бесконтактный бой. Мне очень интересует эта тема, да, как бы я, в принципе, в боевых, парапсихологических практиках я применяю бесконтактное Айкидо. То есть все те же самые приемы, только виртуально-ментально, да. То есть в этих практиках там нет понятий, которые есть, а в обычной целительской практике это как бы разделение, оно присутствует, ты мгновенно перестраиваешься в боевую позицию, и все. Ты уже человек, который защищает, как говорится, свою позицию, позицию своих близких, позицию человека, кого ты защищаешь, и у тебя уже нет выбора, все, ты должен защищать это. Это как вот позади Москвы отступать некуда в состоянии. То же самое состояние должно быть, когда вы себя оздоравливаете. Если вы будете на кого-то опираться в плане эгрегора, как бы помимо самого себя, то вы не сможете себя вытащить. То есть себя надо вытаскивать только таким способом тоже. параллельно используя разные эгрегоры, естественно, позитивные. Маргарит? Очень интересно, конечно. Вот есть такая примета, когда человек умирает, надо закрывать зеркала вдоль. Для чего это делать? Как бы, да, есть такая примета. Ты знаешь, мы не закрывали зеркала в квартире бывшего мужа. Потому что там они на шкафу очень огромные, там закрыть-то нечем. Я как-то об этом даже не думала. Вообще, как бы, есть такая примета, но так как зеркала – это вообще магический атрибут, то есть то, что происходило в зеркале, как бы получается, это может отражаться потом в реальности. И здесь, да, может быть такой момент, что зеркала положено закрывать там 9 дней, 40 дней, чтобы душа как бы, типа, что-то не вернулась или наоборот вернулась. То есть разные эгрегоры по-разному говорят. Я абсолютно, ну, считаю, что как бы, наверное, это не надо делать. Ну, кто как делает, понимаете. Мы это не делали, короче. Про зеркала я еще интересную вещь такую слышала, что зеркала как… Помнишь мультик «Тайна третьей планеты»? Да, 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 да. Я тоже об этом не знаю. Зеркала записывают все, что в них отражается, и можно как вот там отлистать назад, скажем так. Можно, есть человек, можно 100%, вот как мультики там правильно показали. Я, кстати, как-то об этом вспомнила недавно, потому что тема по зеркалам у нас была с Майклом передача. Я, короче, посмотрела, у меня висело в офисе зеркало дедушкино, еще с его квартиры привезенное, и у меня висело старое зеркало с 13 лет моих в мастерской. Я, короче, взяла вот эти все зеркала по очереди, завернула и вывезла, выставила просто, потому что я решила, что надо прекратить эту взаимосвязь с теми событиями, которые тогда были, как бы и я это дело убрала. И мне стало легче, кстати. То есть как будто бы оборвалась какая-то связь с теми годами, потому что в зеркало, когда мы смотримся, мы помним больше, все равно человек помнит больше каких-то негативных моментов, хотя они забываются, но как раз, когда человек смотрит в зеркало, они могут вспоминаться. Вот в чем дело. Вообще советуют в плохом настроении в зеркало вообще не смотреть. Ну, правильно, потому что ты можешь сама себе внушить всякую хрень. Надо с улыбкой в принципе подходить ко всему. Да, надо с улыбкой это делать, как бы естественно и с позитивным настроем, это естественно, да. Так что зеркало может дать ответку, так сказать. Был фильм интересный, «Начало с Ди Каприо». Смотрела ты? Да, да, да. Там, как они с зеркалами работали, очень интересно. Надо пересмотреть. Хорошо, что подсказала. Я все думала, что пересмотрела. С зеркалами, по-моему, как-то. Кстати, насчет зеркал еще скажу одну вещь, что можно себя лечить через зеркала. Только с бубном не советую лечить себя через зеркала, потому что там идет как бы важность по часовой стрелке вы стучите или против. А в зеркале будет отражаться, поэтому неизвестно, как вы там будете стучать в зеркале и чего вы там на стену стучите. Поэтому как раз вот работа с зеркалами хороша, когда вы себя лечите. То есть вы можете, смотря на себя, лечить себя пасами, если вы умеете. Ну, я вот людям на сеансах объясняю, как это делать. Будет это и в моем курсе. И, соответственно, вы вот этот принцип делаете через... Я таким образом восстанавливать пытаюсь всегда на расстоянии тех людей, кто не рядом со мной, близко, а как бы, ну, там, допустим, не близко живущие, да, с около меня там. Я не могу, допустим, сейчас приехать, там, я поговорив с человеком, там, или переписавшись с ним, я потом его восстанавливаю таким образом, смотря на себя, но я восстанавливаю через себя этого человека. Через зеркало, кстати, да, у меня такие практики есть интересные. Маргарита? Это очень интересно. Я надеюсь, ты скоро нам курс все-таки предоставишь? Ну, я уже заинтриговала всех, потому что у меня есть первая ступень Всеслава Солу, которую я смогу читать, да. Я сейчас немножечко прихожу в себя, и я буду с этим работать тоже. Как бы добро он уже мне дал свое на это, и я буду уже подходить к этому, как бы, да, так серьезно. И то же самое, у меня свой курс, естественно. Так что все одно подталкивает другое. То есть неожиданно вот это событие, которое у меня произошло со Всеславом, да, как бы оно неожиданно подтолкнуло очень много процессов, которые стояли и не двигались. И сейчас это все сдвинулось просто. Причем я это сдвигаю молниеносно, решая те проблемы, которые практически там полгода не сдвигались, потому что мне было как бы не хотелось ничего двигать или не шло. Сейчас я практически все сдвигаю, все меняю, форсирую события там, где было замедление какое-то, и то есть я стала более объемной, со мной соединилось то, что была я раньше, и теперь уже как бы есть принцип большего во мне, что я могу дать людям в совокупности и по практикам, эзотерическим точно. Это будет возможно объединение его направления и моего, и потом выдача чего-то нового. Ну, предварительно будут его ступени, мои ступени, а дальше будет что-то новое, что даст еще. Вот эти два направления дадут третий, который будет тоже исходить от меня, получается. Вот тут в тему зеркал интересный вопрос. Тамара Чайкина спрашивает, «Коль про зеркала вопрос, я хочу спросить, сын сделал две стены с зеркалами напротив, как вы считаете?» Мне кажется, это вообще жесть. Ну, я не сторонник этого, честно вам скажу, и молодежь сейчас вся так делает, и у меня тоже дети так делают, вот там, ну, как бы, ну, и у многих так дети делают, вы ничего им не объясните, понимаете, они в другой какой-то реальности живут, они считают так, и абсолютно тут надо к этому ровно относиться, не сами не закладывайте плохую логику туда. Представьте, что, что формируют, еще вам скажу, что формируют, когда зеркальная стена есть или зеркальные какие-то вещи. Главное, чтобы они не были мелко, как бы, в кубике, как это вы поняли, да, как вот... Фрагментированные. Да, не надо, чтобы было фрагментированное зеркало, главное, чтобы это было, вот, целостное зеркало, да. Что формирует это? Это формирует, что вы, как бы, смотрите на себя со стороны, там, естественно, это вы уже не будете, как горбатый старик или старуха ходить, вы будете стараться выпрямиться, потому что вам будет не нравиться, как вы выглядите, и вы автоматом будете себя, как бы, модерировать, да, как вам лучше ходить. Это, как, знаете, с видеокамерой. Мы, когда купили видеокамеру, я посмотрела, как мы выглядим, когда мы себе первый раз сняли, это 97-й год был, мы после этого вот стали записывать видеоуроки, всеслава, да, и, значит, все это было на видеокассетах, значит, которые я переставляла ночами, значит, на два видеомагнитофона, там, 10 кассет, ну, тогда 9 или 8 кассет было, и вот мы их всех записывали, записывала все я, соответственно, то есть шла основной, как кассета была, из двух видеомагнитофонов мы перезаписывали, и вот я каждые 3 часа вставала, вставляла новую кассету, и так перезаписывала, ну, представляете, да, себе объем работы. Вот, и я вам скажу, когда я посмотрела первый раз на нас со стороны, когда мы посмотрели свою запись, первую саму, она у нас даже есть, я после этого сделала очень хорошие выводы. То есть, понимаете, когда вы живете, вы себя как бы не видите, когда есть зеркала, вы себя как-то видите, если вы себя сняли на видеокамеру, вы тоже себя видите, если вы публичный человек, то вы будете жить уже, даже находясь в своих каких-то условиях, все равно как публичный человек, понимаете, потому что вы привыкли к тому, что вас может кто-то увидеть, вы уже не будете делать косяки, которые может сделать человек, живущий там в своей норе, да, там думаешь, его никто не видит. Вот, я, например, всегда живу как публичный человек, абсолютно, то есть у меня всегда ощущение видеокамеры вокруг, независимо от того, есть это или нет, но я везде прозрачно, везде с чистой репутацией, я практически не позволяю себе никаких слабых таких моментов, где меня могут как-то не так увидеть, понимаете, и я также живу сама с собой там или с близкими, то есть я стараюсь, чтобы было везде одинаково, то есть вы поняли, да, и зеркала, если у вас есть зеркала в квартире, наверное, они помогают себя модерировать в этом ключе, то есть вы лишний раз на себя посмотрели, лишний раз осанку поправили, живот подобрали, ну и пошли кататься на лыжах или еще куда-нибудь. Я так предполагаю, здесь был вопрос как раз в том, что не просто на одной стене зеркало, а друг напротив друга. Ну, это уже дело этих детей, понимаешь, конечно, это не очень хорошо, потому что это идет пространство, понимаете, что происходит, как бы с одной стороны, если рассчитывать, что это может спасти от негатива, это неплохо, с другой стороны, постоянно жить там, видя себя в зеркале, вы сами от себя устанете тоже, так тоже нельзя, как бы постоянно, а потом, а если вы начнете в зеркале видеть кроме себя кого-то, и того, Вообще, насколько я знаю, риск возможны открытия какого-нибудь нехорошего портала, может быть, я слышала, это не самый лучший вариант, в принципе. У нас, кстати, была такая история, у нас... В фильме начало как раз. Да, мы когда приехали в мастерскую, вот в эту квартиру, ну, в ту, в которой мы жили, мы, значит, это... Всеслав купил зеркало такое, оно было с гипсовой такое оправой красивое, коричневое, значит, ну, и вот оно как-то висело у нас. Потом уже, когда мы разошлись, значит, я это зеркало выставила в прихожую, повесила, а в прихожей у нас там свет выключался. Сейчас я, кстати, этого не выключаю там свет в этой прихожей, потому что я, ну, помню тот момент. И, короче, получилась такая история, значит, что у меня дети уже видели все, ну, видят вот это все подстороннее, радосвет старается вообще этого не замечать, ну, потому что ему, ему неприятные эти ощущения. Вот. Он не знает, что с этим делать, как бы. У дочери я еще в пять лет немножко отключила принцип медиумства, потому что она видела очень много умерших, и это, в принципе, на ребенка откладывает какие-то тоже впечатления, то есть при израстании, поэтому я вот эти позиции немножечко у нее убрала. вот. И я вам скажу, что все время дети у меня видели, проходя там, как раз проходишь в кухню, проходили мимо этого прихожей, и у меня все время сын говорил, что там стоит какая-то девочка напротив зеркала, ну, тогда фильм ужаса они еще посмотрели, представляете, да? А вот, и вы знаете, я думала, да ладно, это они фильм ужаса посмотрели, я как-то тоже прошла ночью мимо прихожей, там как-то в кухню пошла попить, думаю, в ночь встала, и когда я проходила, я четко увидела, что-то стоит в белой ночной рубашке, такой, небольшая девочка была с длинными волосами, сказать, что я не испугалась, ничего не сказать, я после этого, там включенный свет всегда был, зеркало я, конечно, долго держала, потом я его тоже вынесла, потому что это присутство в этом зеркале, реальное вам скажу, то есть это то, что было в этом зеркале, я не знаю, что это было, но она периодически в этом зеркале была, и я думаю, что если кто-то взял это зеркало себе с помойки, потому что мы туда выставили, хотя зеркала желательно закапают, ну, смотря какое время года, да, вот, в любом случае, вы можете их замотать, зеркало, и выставить, а кому надо, может быть, заберет, и для него это будет удача, но я вообще не советую антикварные зеркала покупать, это вообще страшная штука, вы не знаете, кто туда смотрелся, и что вы там увидите, понимаете, вы видите предметным зрением, а представьте, вы увидите душу человека, который смотрелся в это зеркало, это фантом, может быть, зеркали, как наслоение событий, которые вы распечатали, потому что вы купили антикварное зеркало, и неизвестно, что в этом зеркале происходило, да, там, как это было, здесь вот тоже надо это все, конечно, разобрать, да. Вообще, антикварные вещи могут нести с собой очень много отрицательного, который человек потом, куда он его будет девать, как он его будет очищать, это большой вопрос, поэтому, антикварные вещи, это как лотерейство, и, наверное, да. Очень трудно очищать, в свое время, вот Никас очень любит сафронов, разные антикварные вещи, и у него, по-моему, я сейчас не помню, прошлый год или позапрошлый, была ситуация, где у него над мастерской потолок протек, и там что-то затопило, и я стала просматривать ситуацию, все оказалось просто, все дело было в какой-то книге исторической, которую он где-то, может быть, купил тоже недавно, какая-то книга, у которой распечатались события, она присутствовала при подобном же состоянии, где-то затопило что-то, и она, на ней это вот зарифмовано было, и у него это распаковалось, может быть, кто-то читал эту книгу, смотрел, или он сам ее открыл, или просто прошел мимо, ну, подсознательная часть может даже распаковать события, связанные с этой книгой, и здесь, конечно, как вам сказать, вот такая вещь, да, опасная, поэтому, как бы, такую вещь лучше не брать в доме. Еще тоже момент, скажу вам тем, кто особо видит умерших или чувствует, вы должны быть готовы, знаете, еще к чему, что при вас люди начинают рассказывать, вспоминать умерших, друзей, родственников, и так далее. У меня, мы были когда на Айкидо в это воскресенье, значит, человек, люди вдруг вспомнили какого-то там человека, тоже с Айкидо связано, и начали про него прям так тепло говорить, я сразу поняла, что душа этого человека присутствует, и как бы даже со мной согласились, потому что там люди как бы это чувствуют, понимают, ну, не все, конечно, вот, но потом такая же ситуация повторилась в парикмахерской, там была женщина, которую моя подруга, как говорится, стригла, и был момент, когда уже она уходила, она все не могла уйти, она стояла прям напротив нас, она все, и я понимала, что она говорит мне это, представляете, я уже сидела, абстрагировавшись от этого, она рассказывала о том, что там человек умер, там умер, она их начала вспоминать, вы представляете, а еще был момент, она платок поправляла, и она такая говорит, а я еще смотрю на нее боком, так и думаю, это точно платок ей подарил умерший человек, сейчас этого человека нет, и она мне вдруг начинает нам вот эту историю рассказывать, в общем, я вам скажу, минут 20, это было очень тяжело, потому что человек это все вот как-то в таком траурном состоянии произносила, она как бы, она сама в таком состоянии находилась, тяжелым, и я вот сидела, я просто это перерабатывала как негатив, потому что я понимала, что мне тяжело, представьте, я человек с этим работающий, то, а если вы с этим не работаете, а чувствуете, куда вы это будете девать, это же ощущение, что от мертвых, что от живых, да, что от умерших, что от живых, по сути, ощущение их жизни, их мыслей, их чувств, их эмоций, представляете, это очень тяжелая энергетика, особенно с той стороны, и как вы это можете выдержать, поэтому если у вас у детей и это слишком открыто, я рекомендую подзакрыть этот шлюз, потому что неизвестно, справится ли ребенок, и как наложит отпечаток на развитие ребенка вот это видение умерших, потому что человечек может получить очень много информации от умерших, но при этом меньше взаимодействовать с живыми, и как пойдет жизнь этого человека, то есть человек может жить как бы среди живых, как мертвую, понимаете, потому что он будет нести логику и знания умерших людей, здесь очень опасная тема, я вам советую, как бы, во-первых, всегда взаимообразно работать или общаться с умершими, да, должна быть взаимная энергия, то есть равноценно, должно быть, запомните, равноценно, вы даете, вам дают, равноценные отношения по затрате энергии, во всем должно быть так, если такого нет, то есть ваша энергия уходит куда-то, как в трубу, соответственно, остановить этот поток, потому что это нельзя, иначе вы обесточитесь, себя как бы загубите, поэтому вот связь с потусторонним миром, она должна быть логичной, дозированной, да, там, у меня, я уже рассказывала, у меня были такие случаи, у меня в 19-м году очень сильно была связь, и до сих пор эта связь есть с мамой моего близкого друга, умершей, и я вам скажу, как это происходит, это происходит ужасно, потому что когда над ним что-то нависает, я начинаю плакать, у меня накатывает ее состояние, и я понимаю, что она за него беспокоится, и тут я подключаюсь, я начинаю с ним работать, чтобы убрать с него плохое, представляете, да, и это вообще жесть просто, потому что это эмоции, ее, она рядом, и я это чувствую, представляете, человек ничего не говорит рядом, стоя, потусторонне, да, она просто передает мне эмоции, беспокойство за него, прикиньте, вот это вот очень тяжело, я, в 19-й год для меня был в этом плане очень тяжелый, там очень такие перепады были, тяжелые состояния были, и в любом случае, как бы, если через вас кто-то проходит эмоциями, остановитесь, подумайте, нужно вам это или нет, если, допустим, я с этим работаю, я могу это переработать, я могу помочь, если что, тому, ради кого кто-то пришел просить, то вы не можете, у вас нет полномочий, вы должны сначала иметь полномочия, у нас в эзотерике существует иерархия, эта иерархия, она не зафиксирована пока, я ее сделаю, я зафиксирую для всех, почему, потому что есть вещи, которые кто-то может, а кто-то нет, и действительно серьезные специалисты, когда к ним приходит квирент, или квирентка, они смотрят ситуацию, говорят, ты знаешь, я тут не могу тебе помочь, никто на обум не лезет, никогда, потому что есть вещи, которые человек решит, а потом решит сам себя, и специалистов, поэтому, как бы, есть вещи, за которые мы не беремся, да, потому что при снятии какого-то негатива идет распаковка чего-либо, и здесь надо быть очень осторожным, можно снять любой негатив, но негатив, допустим, может быть, отработка рода на человеке, и может быть, его не надо снимать, а как-то пояснить, объяснить, то есть тут существует принцип, и здесь надо быть бдительным, и существует иерархия, кто-то может это, у кого-то есть право из эзотериков снимать, отводить, кто-то может только видеть, кто-то может как консультант-психолог, кто-то может перерабатывать этот негатив на больших пространствах, я могу достаточно объемно работать, но я тоже не зарываюсь, то есть существует принцип своей силы, насколько вы можете эту затратную силу свою применять так, чтобы вас это не обесточило и не ударило тоже, потому что вы можете больше отдать и меньше получить, то есть не будет взаимообразности, должно быть обязательно объем, вы должны быть всеобъемны в своей работе, если вы эзотерик, если у вас нету знаний, то как же так, то есть смотрите принцип какой, допустим, вот раньше меня воспринимали как Лену Порецкую, которая вот только гадает про психолог и так далее, период с 2002 года, да, и меня в городе также воспринимали, сейчас, когда ситуация вскрылась, и я откровенно все поняли, многие поняли, что у меня за плечами мощная школа эзотерики, да, что я работала со всеславом Суо, что я с ним совершенствовала эту школу, мы поднимали ее, и моя ментальность тоже в этом участвовала, вам скажу, да, я развивала и продвигала эту школу, и соответственно, представьте себе, насколько во мне сейчас всего много, да, то есть все вдруг соединилось, я стала тем, что я и была, но теперь я стала и новая, и та, то есть и это люди чувствуют, понимаете, как бы, и это стало больше, у меня появилось больше прав эзотерики, больше возможностей, и да, я буду этому обучать людей, потому что мне дано право, но право, допустим, у кого-то не дано, а человек обучает, он уже делает нарушения, здесь должно быть очень четко все, понимаете, и вот у нас в эзотерике нет такой иерархии, она не построена предметно, каждый, кто как чувствует, тот так и дает материал, и соответственно, молодежь, которая лезет в эзотерику, думает, что они такие сильные, там начитались, там начитались, и могут делать там, лезть на мастодонтов от эзотерики, я вас предупреждаю, остановитесь, угомонитесь, и просто займитесь изучением себя для начала, потому что то, что вам может вернуться, а я не буду приводить примера, если вы залезете и будете воздействовать на какого-то маститого эзотерика, то вы потом не соберете кости, вот и все, и таких случаев очень много, поэтому тоже самое с простыми людьми, если человек начинает предъявлять не по принципу права, а просто потому что шутки ради, там куда-то, где-то как-то в комментариях или где-то, особенно лезая на таких людей, как я, то соответственно там будет возвратный удар, здесь опять же принцип какой, соответственно, никогда сам человек такой силы, как я, не ударит, все произойдет просто само по себе, как в айкидо, понимаете, сила противника, ударившего вас, уйдет ему обратно, как возвратный удар, поэтому вы должны это помнить, кто занимается эзотерикой, на начальном этапе, вы должны понимать, что как в айкидо, позиция сенсея, это важно, это учитель, его авторитет не пререкаем, вот здесь то же самое, в эзотерике, если вы идете в эзотерику, ищите учителя, который действительно будет вас учить, а не просто перепела с чего-либо, понятно, Маргарит, мы уже час в эфире, наверное, сегодня мы уже завершим, нашу интересную тему, если у наших зрителей будут вопросы, они могут писать нам на электронную почту, мы очень рады ответить, благодарю Елену, было очень интересно, всем пока, всего доброго, дорогие зрители, приходите на наш эфир, сегодня, спасибо, Продолжение следует...